приветствую вас друзья в игре был right в этом видео я решил показать как можно отбивать нападение бригантов на дальние деревни без своих работников вот у меня деревне здесь сейчас идет нападение бригантов на фарн ворд они идут вот отсюда со штаб-квартиры и через мост что я сделал около моста поставил знак и переградил им дорог вот ведь поставил здесь забор так что они пройти не могут и все что мне нужно их просто расстрелять так сперва надо убрать личник но здесь есть маленькие ребятки нюанс правильно поставить забор потому что они могут через него так скажем просачиваться вот если они пойдут вот сейчас туда в правый край то они могут просочиться поэтому здесь как бы нужно все рассчитать правильно вон по моему уже просачивается нет смотрим я сейчас начинал съемку они просачивались да я вот туда наверх поднимался но они вот повторюсь просачивались поэтому я сейчас туда направо не подхожу мне нужен приборок да просачивался все таки один помните побежал один просочился ну как бы правильно поставить и нормально все будет пойдемте его надо догнать куда-то побежали и этот вася бежит который просочился странно да как-то волки куда-то побежали ну они побежали на тех долгать забор они не сломались интересно что волки не на меня на адресе бриган здесь знаете я просто не успел перед съемкой видео вот здесь по центру надо поставить какой-нибудь на высокое такое постройку я не знаю чтобы залазить наверх и сверху стрелять и бриган там в голову атака просто довольно быстро пошла и я не успел мне надо чтобы здесь я на высоте был так они будут ладно волки вы увидите не мешайте ну нет забор мне мешает короче вот здесь нужно по центру поставить такое высокое что-то постройку какой-то но этот забором такая там есть штука как она называется вот караульный пост вот сюда вот его поставить и с высоты их вот в голову расстреливать я вот сейчас не успел это сделать пошла атака в общем вот так вот я их расстреливаю но я расстреливал с камушка вот вставал на камень сейчас я не могу это показать потому что по-моему не попадаю да вон он просачивался просачиваюсь по-моему покоса в общем если все ребятки настроить все грамотно сделать то все будет работать замечать после говорю я не успел началась атака и вот они сразу поперли вот так это все работает высота нужны то есть чтоб сюда не тащить своих воинов переграживаете забором не знаю попадаю да убил ну ладно пойдемте просто часы просто часы так фикс меня запрыгнул на камушек вот отсюда мы в долбали вот синдигу через забор наверное не получится сейчас проснуть кто-то пролезет чуть-чуть не хватает да не таки не получается ну надо просто поработать просто тут надо поработать сделать нормальный чтобы они не просачивались еще и расстреливать этот шлеме сейчас мы его довольны здесь еще опасность такая что если они добегают до фармворн то то ну иди ты сюда и ну иди ты сюда и я доработаю потом тут постройку говорю вот надо по центру поставить вот это высотное здание и сверху их расстрелить вон он сейчас там пролезет а а а а а а лез до 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 бам и убил но не страшно сейчас мы сейчас мы его добьем надеюсь он не убил но я участке встречу на этом знаке ну в общем ребятки вот так работает просто повторюсь немножко не доделанно у меня я поторопился снимать видео а он уже отхилился он уже отхилился надо труд труд свой завутать сейчас мы его догоним так это я все забыть там кого тут постоял пока он там идет я его не перекрестки встречу здесь тоже надо просто доработать еще один забор поставить тогда они не будут пролазить от пойдем добьем этого последнего власть в оборотном стороне пошел в оборотном сторону пошел А на него волки сейчас нападут. Правда, он их убил. Вот и все, вы разгромили баригантов. Вот такая система. Там еще один мешочек. То есть я к чему это показываю? Вот две деревни. Брэдфорд и фармворн. И когда идут вот отсюда со штаб-квартиры до фармворн, то собственный отряд, как вы видите, вон как далеко тащить. Пока ваши воины сюда дают, а потом их обратно идти. А делать тут аванпост с четырьмя-пятью воинами, просто чтобы они штаны просиживали невыгодно. Поэтому вот я сделал здесь мост. На мосту этот забор. Раньше они, кстати, если я здесь стоял, они не могли здесь пройти. Они шли кружным путем. Вот со штаб-квартиры они шли вот этим кружным путем. Вот через этот мост. Ну и пока они такой круг делали, я все-таки успевал сюда воинов пригнать. Ну и сейчас вот сделал проще. Построил там такие вот заборчики. Вот. Они иногда идут кружным путем, иногда нет. Но как бы то есть как только идет нападение на фармворн, я сразу сюда телепортируюсь к этому знаку и стреляю. То есть их сюда заманиваю вот на этот мостик. И здесь их расстреливаю. Ну вот, говорю, надо доработать. Доработать эту постройку. Видите, они все-таки пролазают там. Сделать там еще один забор. Чуть было не забыл сказать, что забор в качестве преграды на мосту работает только тогда, когда вы находитесь рядом. То есть если вы поставили там забор, а вас там нет, то отряд проходит насквозь. Вот видите, он прошел по мосту и вот он спокойненько идет. Я сейчас просто этот момент переигрываю, чтобы меня не убили. И попытаюсь, вот видите, он спокойненько прошел. Сейчас если туда протонуть. Вот видите, а он уже прошел. Он уже наверху. Где он? А вон они идут. Видите, спокойненько прошел. Здесь есть такой заступ, которого тоже не хоростреют в воду. Надеюсь, что они не доставали. Но только лученько надо убрать. Вот так можно постреливать. Но проблема в том, что они вот так вот отагриваются и начинают бежать в фарнворд. Если они сейчас добегут до фарнворда, то вы провалили. Провалили защиту. Вот в чем беда. Вот видите, я тогда пробовал. То есть как бы и все. И вот они бегут, фарнворд, и защита провалена. Вот так вот, если их только переагривать. Вот так вот тогда еще работает. То есть не давать им убежать. Постоянный хруст, давай. Ну, ответьте, как бы тут проблемы. Начинают убегать. Короче, вот так вот приходится тут возиться. А бегают они, ой, как быстро все. И вот видите, вот сейчас если не догнать, то это... Это провал. Ну, до этого надо снять. Так, или можно на камень. Ну, можно вот на этот приступок. Можно на камень. Не, видите, вот они сразу раз и разворачиваются, и начинают убегать. Короче, вот здесь вот, ну, такой гема. С этим. Все, вот сейчас если они убегут, то это все, это провал. Поэтому рискуйте. Надо там заборчик все-таки доработать. Приходится еще лук убирать. Потому что он с луком тормозит. Ой, посмолился. На, снова убегай. Короче, вот тут приходится, блин, видеть возиться. Кто-то rip. Ну, забор доработ02. Да. Кто-то кто-то зарабатывает. Подpel, я просто без всяких опыта, я небольшой уверена. Кто-то стоит делать за этим тем, что он тут станет. Но ну, забор доработаем... Пойдемте на камень, что-то они отагриваются. С приступка. Вот, на камень. Они все равно отагриваются, да? Ну, короче, блин, вот такая вот возня. Ну, я там забор доработал. На тоненького, вот если бы они не развернулись, то все. Защита была бы провалена. Блин, как вы быстро разворачиваетесь. В общем, главное, не давать им перейти через забор. И тогда нормально. А так приходится мучиться. Трое их осталось. А, да, 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 да. А, да, да, да. одного сниму и второго можно будет дубиной а а вы а так а а а А может и расстреляем. Ну вот, без смерти. Правда, пришлось повозиться. Ну, я просто хотел показать, что если вы не находитесь около моста, то они проходят. Ну, и также хотел показать, что будет в том случае, если вы их пропустили, и вот видите, получается, что получается вот такая беготня. Причем это большой риск. То есть, приходится иногда переигрывать. Потому что, если вы их не отагрите, видели, как они бежали, догнать их нереально. Догнать вы их не догоните. То есть, единственная возможность, это их луком вот так стрелять, чтобы они переагрились. Ну, если вдруг вы их не переагрите, они добегают до фармворнта, и все. Разграбление успешно, а вы защиту не отбили. Так что это вы рискуете, лучше не допускать такого. Чтобы они переходили через мост. Так, еще один. Вот я говорю, тут просто я не успел доделать. Тут надо еще поэкспериментировать. Может быть, даже не вот этот аванпост, ну, высокий такой сделать, а просто поставить еще один забор. Из забора стрелять. Как бы надо экспериментировать, смотреть, как лучше. То есть, я должен по голове попадать. Значит, я тут должен стоять на таком большом приступке. Короче, экспериментируйте. Ну, вот следующее нападение будет, я попробую сделать вот так. Вот. Они стоят, значит, вот здесь. Посмотрю. То есть, буду я по голове попадать. Если да, то все в порядке. Вот они тут стоят, а вы бум-бум-бум-бум-бум расстреливаете. Ну, опять-таки, это надо все попробовать протестировать. Вот эта защитная постройка, она, по-моему, не особо высокая. Ну, примерно на одном уровне с запором. Там забор не мешает. Ладно. С забором проще, он маленький. То есть, как бы тут побольше вот этих заграждений понатыкать и нормально. Может быть, вот здесь еще сделать с него пытаться. Потому что вот здесь вот они, видите, как-то проскользали. Протискивались как-то. В общем, это все надо дорабатывать. Доводить до того, чтобы это все у нас работало очень хорошо. Чтобы они здесь не протискивались. Ну, вот так попробовать тоже доработать. Те, мастер. Те, мастер. Вот. Ну-ка, вот если пробовать вот отсюда. Да, вот. Вот. Вот это, кажется, вариант будет хороший. Смотрите. Здесь я стою высоко. Ночь наступила не видно. Вот. Вот тут точно по головам будет стрельба идти. Смотрите-ка. Ну, это все надо проверять. То есть, следующее нападение будет. Я это проверю. Если... Только чтобы они не проскальзывали. Вот, смотрите, как здорово. Вот отсюда. Бам-бам-бам. Бам-бам. Расстреливать. Ну, это надо ждать следующего нападения на Фарнборн. В общем, вот такая, ребятки, система. Кстати, эта же логика работает и с нападениями на Брэдфорд. Потому что на Брэдфорд они нападают, тоже идут по кратчайшему пути. Не вот таким кружным путем, а они вот именно через этот мост идут. То есть, таким образом Фарнборн защищаем и Брэдфорд. Ну, до Брэдфорда вообще-то недалеко можно довести воин. Вот. А вот с Фарнбортом вот такая система. Что касается остальных, я тоже заранее скажу, потому что видео, не знаю, буду, не буду снимать. Как мы обороняем черногривый пруд? Я вот здесь поставил знаки. Вот здесь знак. Вот здесь знак. И эти знаки стоят... Вот здесь знак. Эти знаки стоят около ущелья, камней. Вот, например, вот около этого знака вот здесь вот большое ущелье, вот здесь камни, ну, там, горы. И когда идет атака на черногривый пруд вот с этого шерлагеря, мы телепортируемся сюда и деремся вот здесь. Видеоролик по защите черногривого пруда был. Освобождение черногривого пруда называется. Видеоролик в Туэлисте по Бэурай. И вот там, посмотрите, как мы оборонялись. Вот тут вот мы все расстрелили. То есть, бриганты даже не доходят. То есть, если мы тут пропустили, значит, вот здесь момент. Если тут пропустили, значит, вот здесь момент. Здесь тоже, кстати, ущелье. Вот с этой стороны тоже скалы, камни. Вот отсюда расстреливают. Вот. По Хорндину и Красмиру я буду тоже такую же тактику рассматривать, смотреть. Ну, вот сейчас Хорндин на очереди. Тоже смотреть, где знаки. То есть, они будут идти вот со штаб-квартиры и вот таким вот путем. Я вот тоже этот путь пробегу, посмотрю, где там скалы, камни и перехватывать. То есть, чтобы не делать аванпостов с работниками, нужно добиваться того, чтобы вы в одиночку могли ликвидировать отряд бригантов, который идет из штаб-квартиры и в Черногривый пруд, и в Хорндин, и в Красмир. Находить вот такие места. Ну, вот я вам на примере фармворн-то показал. Так, без отряда. Вот здесь вот я с помощью заборчика разобрался. Ну, второй вариант, когда они уже прошли, это как бы, ну, не очень хороший вариант, потому что сами видели, что пришлось бегать туда-сюда. Поэтому обычно первый вариант. Первый вариант, когда они еще на подходе, я раз сюда телепортируюсь и их расстреливал. Главное, не пропустить, чтобы они не проскользнули. Ну, а даже если они и проскользнули, ну, все равно вот с камушку добивать все это можно. Ну, и я тут еще, конечно, говорю, доработаю, проверю, протестирую, как это все работает. Может быть, еще сюда забор втыкать. Вы тоже смотрите, как это лучше будет работать. Все. Благодарю за внимание и до новых встреч. Увидимся в игре DoWrite.